Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФО-2016». И у нас в гостях декан юридического факультета КФО Бакулина Лилия Толгатовна. Здравствуйте, Лилия Толгатовна! Здравствуйте! Ну вот у вас довольно богатая история, многие про нее знают. А вот чем факультет гордится сегодня? Факультет гордится сегодня прежде всего своими научными школами. Казанская юридическая школа является достаточно исторически известной, поскольку с момента возникновения юридического факультета закладывались научные школы гражданского права, уголовного права. В последующем, уже в 20 веке, закладывалась школа международного права. И юридические факультеты гордятся своими выпускниками, которые сегодня занимают очень высокие посты в органы государственной власти, в правоохранительных органах. Не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации. И тем, что продолжает развиваться и образовательная составляющая. То есть всем этим, конечно же, мы гордимся. В последнее время довольно много говорят о перенасыщении рынка труда специалистами, в том числе юристами. А вот насколько востребованы ваши выпускники, куда они устраиваются? — Хороших юристов всегда будет не хватать. Поэтому вот как раз задача вуза — готовить конкурентоспособных, качественные кадры юридические. И в этом смысле я думаю, что эта профессия будет всегда актуальна. И рынок юридических услуг всегда будет востребован. Даже если он не состоится как юрист, юридическое образование настолько универсально, что он себя в жизни всегда найдет. Конечно же, они стремятся в правоохранительные органы. Но практически вся сфера услуг, она тоже связана с юриспруденцией. Потому что это может быть и страхование, и банковская сфера. Везде есть отделы юридические или правовые управления. То есть фактически любая наша с вами деятельность в социальном плане, она обусловлена тем, что правовое обеспечение этой деятельности требует юридических знаний. — А вот вы упомянули про высокое качество подготовки. А за счет чего она достигается? Какие-то особые условия или что? — Прежде всего, это научно-педагогические кадры. Преподаватели юридического факультета, высококлассные специалисты с большим опытом работы не только такой вот именно педагогической, научной работы, но это и люди, которые еще и занимаются юридической практикой. Поэтому это действующие судьи, прокуроры, это работники не только правоохранительных органов, но и различных юридических служб. То есть они являются преподавателем юридического факультета. И, естественно, здесь есть возможность обмениваться непосредственно, делиться этим опытом практической работы. Поэтому вот в этом смысле, конечно, студентам юрфака очень повезло. С другой стороны, это, я считаю, в общем-то, сама материально-техническая база, потому что, ну, понятно, что для гуманитариев там колбы, пробирки не нужны, но, по крайней мере, если есть возможность заниматься в хороших аудиториях, с хорошим мультимедийным оборудованием, с возможностью доступа в интернет и прочее, то есть это тоже приятно даже для гуманитариев. И это тоже есть на юридическом факультете. Ну и третья составляющая – это все-таки вот та практическая сфера, куда, в общем-то, мы и готовим наших выпускников. То есть это возможность проходить практику в органах государственной власти, в муниципальных органах, в правоохранительных органах. И возможность вот как раз уже обучаясь, получать те знания, которые, собственно, тебе потом и пригодятся. Как правило, на юридический факультет довольно трудно поступить. А вот какие еще, не знаю, бонусы есть у поступающих, вот кроме высоких баллов ЕГЭ? За счет чего можно поступить к вам? Традиционно, действительно, да, средний балл на юрфаке, он всегда достаточно высокий. То есть это где-то 87 баллов по одному из экзаменов. Это русский язык, история России и общество знаний, собственно, как профильный экзамен. То есть вот по каждому из этих экзаменов у нас, как правило, бывает 85-87 баллов. Да, действительно, баллы высокие, но так же, как, в принципе, наверное, и на другие специальности и направления подготовки, есть возможность чуть-чуть повысить за счет сдачи норм ГТО. То есть это те, кто являются призерами Олимпиад. Ну, то есть все традиционно. И здесь, я думаю, что юрфак в этом плане, он как-то не выделяется. Всегда хочется видеть абитуриента, который выбрал осознанно профессию. То есть не потому, что мама и папа только юристы, например, да, или мама, или папа, или кто-то в роду. Или не потому, что мама и папа захотели, чтобы он учился на юрфаке, потому что они считают, что это очень престижно быть юристом, да. А человек, который осознанно приходит в профессию. Но даже если этот абитуриент еще где-то на распутье, да, и он сомневается между экономическим и юридическим образованием, и все-таки он попадает на юрфак, я считаю, что такая атмосфера, которая существует на факультете, она способствует тому, что ты никогда не пожалеешь о той профессии, которую ты выбрал. В принципе, мы готовы воспитывать кадры любые, кто выбрал эту профессию или сомневается в этой профессии. Еще пока. Спасибо за плодотворную беседу, Лилия Толгатовна. Желаю вам действительно абитуриентов с горячими глазами. А вам, ребята, желаю сделать правильный выбор. На этом у нас все. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!